Всем привет! Прежде чем мы сегодня почитаем воспоминания немецкого военного корреспондента Роберта Пензгена, прикомандированного к 4-й танковой дивизии вермахта в дни кровавой бойни за Данциг, хочу сказать несколько слов об этой битве. Штурм и взятие нашими войсками Данцига не только крайне важное, но и символическое событие. По сути, с этого города и началась Вторая мировая война. Именно рядом с Данцигом на полуострове Весплате состоялось первое крупное сражение Второй мировой. Именно возвращение Данцига, населенного преимущественно немцами, использовал Гитлер как один из предлогов, чтобы оправдать войну с Польшей. За освобождение Данцига отдали свою жизнь более 10 тысяч советских солдат и офицеров. За освобождение города, который был отдан обратно полякам и снова переименован ими же в Гданск. Восстановление и отстройка города, кстати, тоже происходило на советские деньги, тогда, когда половина Советского Союза лежала в руинах после изгнания нацистов. Помнят ли об этом поляки? Говорят ли спасибо советскому воину-освободителю? Нет, не помнят. Вместо спасибо – постоянные выпады и ненависть на международном уровне. Но это уже другая тема. Итак, когда в феврале 45-го года войска 2-го Белорусского фронта на всех парах рвались к столице Третьего Рейха, они не могли проскочить Данциг. Никак не могли, так как нельзя было оставлять у себя во фланге такую мощную группировку в лице 2-й немецкой армии и бронированный кулак, который был сосредоточен в городе и его пригороде к Дыне. Помимо этого, Данциг представлял из себя важный порт Рейха, через который осуществлялась военная логистика. Порт прикрывал своей крупнокалиберной артиллерией корабли немецкого ВМФ, в том числе тяжелый крейсер «Принц-Ойген», и одна из крупнейших оставалась у немцев группировок воздушного флота Люфтваффе. В общем, в районе Данцига войска вермахта и СС располагали 26 дивизиями, двумя танковыми корпусами, всего около 430 тысяч солдат, полторы тысячи танков, свыше 6 тысяч орудий и около 500 самолетов. Наши войска превосходили немцев численностью лишь на бумаге, так как к концу марта, непосредственно перед началом штурма Данцигского укрепрайона и самого города-крепости, войска даже близко не соответствовали штатной численности, а некоторые едва дотягивали до 50-процентной от штатной структуры. Достаточно сказать, что на две гвардейские танковые армии, которыми были усилены атакующие войска, имели в своем составе 1067 танков. Особенно была ослаблена танковая армия генерала Катукова. К примеру, в 1941 году Ленинградский фронт и сам блокадный Ленинград не обладал такой мощью, как обладали немцы в Данциге, даже приблизительно. Но при этом немцы испугались штурмовать город, и Гитлер отказался от этой идеи, считая, что укрепленный Ленинград им просто не взять. Подробно о ходе кровавой бойни за Данциг вы можете почитать и послушать на других ресурсах. А нам же сегодня интересно посмотреть на этот ад глазами немцев. Давайте послушаем. Перед атакой 15 марта была проведена очередная огневая подготовка. Здесь нам помогали корабельные орудия, так как у нашего 103-го танково-артиллерийского полка боеприпасы были на исходе. К полковнику Кристину был специально направлен офицер Крис Марини, который должен был корректировать огонь корабельных орудий. В Данцигской бухте угрожающей вырисовывались силуэты наших кораблей. Со стороны бухты нас должна была поддерживать огнем также хорошо оборудованная береговая батарея, по крайней мере там, где будет доставать ее орудия, поскольку они были направлены в сторону моря. В наше расположение поступила одна зенитная батарея, входившая в состав пояса противовоздушной обороны Данцига. Но положение внезапно изменилось. Советские войска атаковали участок нашего 12-го пансгренадерского полка силами от двух до трех стрелковых дивизий. В ходе ожесточенного боя нам все же удалось удержать вышеназванные огневые позиции. Стояла ясная погода, и Советы могли использовать свою штурмовую авиацию почти непрерывно. Тогда как нам было нечем им противопоставить, германские военные воздушные силы к этому времени почти перестали существовать. А зенитная артиллерия была задействована в наземных боях. К тому же ей было запрещено расходовать драгоценные боеприпасы на борьбу с вражеской авиацией. Части Красной Армии, напротив, имели в достатке боеприпасов и могли не экономить каждый снаряд. Они выгружали их почти на наших глазах на станции Цукао, так как отлично знали, что мы им не можем помешать. Русские спецподразделения за считанные дни вывели из строя всю железнодорожную сеть вокруг Данцига. Незадолго до выступления одну пантеру пришлось откомандировать в расположении другой боевой группы полка, на участке которой были замечены советские тяжелые танки типа Иосиф Сталин. В пути еще две пантеры вышли из строя из-за того, что бензин, которым они были заправлены, был слишком сильно разбавлен водой. Таким образом, когда обер-лейтенант Герлах незадолго до наступления темноты достиг заданного района, в его распоряжении оставались всего две пантеры. Был получен приказ поддержать ночную атаку фузелерского батальона против деревни Нью-Вельт, а после уничтожения советских танков, о которых сообщалось ранее, обеспечить оборону полоски земли до побережья бухты. К восьми часам вечера фузелеры пошли в атаку. Было уже совершенно темно. Противник встретил их интенсивным огнем. Можно было ясно расслышать залпы нескольких противотанковых орудий. Между тем стало известно, что в деревне Нью-Вельт находится не меньше 24 вражеских танков, в том числе восемь машин типа Иосиф Сталин. И против таких превосходящих сил противника, ожидавших его в засаде, Герлах мог выставить только свои две пантеры. Поэтому он постарался всеми способами избежать встречи с ними, которая, несмотря на все мужество, вероятно всего должна была закончиться в пользу советов. Но штурм в деревне был неизбежен, чего бы это ни стоило. Этого требовала создавшаяся ситуация. Пишите завещание, товарищи. Это было единственное, что мог сказать Герлах своим танкистам. И это было непростым пессимизмом или нерешительностью. На счету Герлаха было уже около 150 танковых атак. Но предстоящий бой представлялся ему заданием для смертников. Разумеется, экипаж обеих пантер тоже были не новичками, а опытными солдатами, прошедшими огонь, воду и медные трубы, готовыми исполнить свой воинский долг до конца. Каким бы страшным он ни был. Когда фузелеры из 389-й пехотной дивизии подошли к деревне, им удалось с помощью панцерфаустов подбить один танк и одно противотанковое орудие. Но на подступах противник встретил их таким шквальным огнем, что они вынуждены были отступить. И как нарочно, именно в этот момент танк обер-лейтенанта Герлаха вышел из строя из-за технической поломки. За последние дни танкам пришлось преодолевать множество трудностей, а заботиться об их ремонте было просто некогда. Герлах был вынужден отозвать свою пантеру с экипажем назад, чтобы не потерять людей и машину окончательно и навсегда. Основная масса 4-й танковой дивизии все еще вела тяжелые оборонительные бои между Рамкау и Цекау, примерно в 16 километрах к западу от Данцига. Наши танки оказывали действительную поддержку гренадерам. В 9 часов утра 16 марта советские войска снова начали наступление силами двух стрелковых дивизий при поддержке танков. При этом в Данциге все еще существовало бесчисленное множество различных административных инстанций, которые давно уже ни за что не отвечали. Был все еще влачивший бесполезное существование полк снабжения, хотя все пути снабжения Данцига были уже перерезаны. Была куча всяких штабов, в распоряжении которых давно уже не было войск. Короче говоря, Данциг был переполнен солдатами тыловых служб, которым уже нечего было делать. Теперь они служили источником пополнения потерь среди фронтовых частей. Панцгренадеры каждый день получали новую партию необученных бойцов, которые сменяли погибших. Еще прежде чем человека успевали внести в списки, он погибал или пропадал без вести. Говорили об этом в армейских частях. Опытный обер-ефрейтор с двумя или тремя солдатами раньше удерживали целый участок фронта, который теперь обороняли человек 20-30 этих резервистов, необученных солдат без фронтового опыта. Каждому 12-му панцгренадерскому полку было придана танкоистребительная рота. 14 ребят Данцгского гитлерюгенда, каждому из которых было примерно по лет 15, на велосипедах с панцерфаустами. Мальчишки вели себя мужественно, осознавая важность своей задачи. На их еще детских лицах отражалась необычная серьезность. Гренадеры позаботились о них. Ненавязчиво отобрали панцерфаусты и позволили им волю отоспаться на позициях. В ночь на 19 марта переполненный беженцами Данцг подвергся разрушительной бомбардировке, в которой принимало участие от 300 до 400 летающих крепостей американского производства. Мы были вынуждены беспомощно взирать на этот страшный танец смерти с наших позиций на холмах к западу от города, так как в районе передовой не упала ни одной бомбы. Бомбардировщики прилетели с запада и, закончив свое дело, улетели на восток. В ночь на 20 марта они появились снова. На этот раз с востока, практически беспорядочно сбросили на город весь свой груз бомб и скрылись на западе. Убогая противовоздушная оборона города не могла особо помешать им. Советские самолеты кружили в небе каждый день. Штурмовики с красными звездами на крыльях обстреливали с бортовых пушек и пулеметов каждую автомашину на улице города, а передовую линию обороны каждый раз забрасывали снарядами. Жители Данцига почти не покидали своих подвалов, выбираясь из них лишь на несколько минут. Некоторые роты на передовой были настолько обескровлены, что насчитывали всего по 10-20 человек. Панцгренадерские батальоны, как правило, не превышали штатной численности одной роты. Даже резервисты, регулярно мобилизируемые в Данциге в рамках операции, не могли восполнить огромных людских потерь. С другой стороны, всех солдат обоза, оружейно-ремонтных мастерских, тыловых и штабных частей нашей дивизии, в случае опасности команды полевой жандармерии, тут же передавали различным пехотным частям или объединяли в свои отряды. Солдаты-фронтовики даже часто негодовали по этому поводу, так как в тыловых частях служили в основном уже пожилые люди, которые не заслуживали подобной участи. 103-й танковый артиллерийский полк, оставшись без орудий, был преобразован в артиллерийскую роту, которая была придана 12-му панцгренадерскому полку и действовала в пешем строю. Но они, по крайней мере, остались в составе своей родной дивизии, среди сослуживцев и под командованием знакомых им офицеров и унтер-офицеров. Танковый экипаж, также оставшийся без своих боевых машин, образовали танко-истребительную роту в составе своего же 35-го танкового полка. Их вооружили пулеметами, автоматами, пистолетами и панцерфаустами. Командовал этой ротой лейтенант Клаус Шиллер, потерявший руку из-за ранения, но тем не менее добившийся, чтобы его вновь вернули на фронт. 21 марта советские войска возобновили атаки на всем западном участке обороны Данцига им удалось прорваться к побережью Данцигской бухты в севернее Цопота, знаменитого курорта на побережье Балтийского моря. Корабли Криксмарини как могли помогали немецким сухопутным войскам огнем своих орудий, но они не смогли помешать советским войскам 23 марта захватить Цопот. Таким образом, Данцигский плацдарм был расколот на три части полуострова Хелла, все морские порты и, наконец, самый большой плацдарм, включавший в себя порты Данцига, низовья Вислы и косу Фриши-Нерунг. Советские войска захватили также и высоты Западной Оливы, откуда можно было свободно простреливать весь Данциг, расположенный в низине. Они немедленно воспользовались этим преимуществом и разместили там свои артиллерийские позиции, чтобы нанести окончательный смертельный удар по Данцигу. Из воспоминаний военного корреспондента при штабе 4-й танковой дивизии Роберта Пензгена В заключение сегодняшнего выпуска хочу сказать, что советские войска в ходе битвы за Данциг потеряли погибшими 10 тысяч человек, а немцы потеряли погибшими свыше 22 тысяч. Кстати, эти данные совпадают с подсчетами немецких историков, которые проводились по документам Бундерсархива и уже после объединения ФРГ и ГДР. Так что данные исследования никак нельзя назвать подтасованными и ангажированными. То есть, наши войска действовали настолько профессионально, что вопреки обычным законам войны, когда потери атакующих, как правило превосходят потери обороняющихся, смогли нанести противнику сокрушительное поражение, потеряв при этом в два раза меньше солдат и офицеров. Это к вопросу, который некоторые так любят поднимать. Кто же кого трупами завалил? В данном случае получается, что немцы. Цифры штука упрямые. А у нас на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. С вами был канал, чтобы помнили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok